АМ-260 ЧАТН Перспективная ракета для ВВС и ВМС США Развитие боевой авиации прямо связанной с разработкой перспективных ракет класса «Воздух-воздух» На днях появились данные о разработке нового подобного оружия в США Ракета под названием АМ-260 ЧАТН Должна будет поступить на вооружение ориентировочно в 2022 году и будет использоваться самыми современными самолетами военно-воздушных и военно-морских сил По официальным данным Осенью 2017 год стало известно, что новый оборонный бюджет предусматривает разработку ракеты «Воздух-воздух» большой дальности под названием На тот момент сообщалось, что в течение следующих двух лет будут осуществляться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Технические подробности отсутствовали Упоминалось, что ракета разрабатывается в качестве ответа на зарубежные вооружения, такие как российские изделия АР-77 или АР-33 20 июня 2019 года журнал «Air Force Magazine» в своей очередной публикации вновь поднял тему перспективной авиационной ракеты На этот раз новое изделие фигурировало под другим названием «АМ-260 ЧАТН» Данные о проекте и изданию раскрыл бригадный генерал Энтони Джинатемпа, курирующий перспективные разработки для ВВС По словам генерала Джинатемпа, американское командование обеспокоено развитием зарубежных ракет «Воздух-воздух» И главным поводом для этого является китайское изделие П.Л. 15 В существующей ситуации Пентагон счел необходимым запустить разработку собственного оружия с улучшенными характеристиками Работы в этом направлении стартовали около двух лет назад в 2017 году Ракета «АМ-260» Единая улучшенная тактическая ракета, разрабатывается в рамках совместной программы армии, ВВС и ВМС Готовый образец должен будет поступить на вооружение трех родов войск Опытно-конструкторские работы поручены компании Локхид-Мартин Разработка осуществляется при участии и под надзором заказчика По тактико-техническим характеристикам ракета «АМ-260» должна будет превосходить существующее изделие «АМ-120» Всех модификаций За счет этого ЧАТН сможет обеспечить превосходство американской авиации над вероятными противниками Э. Джина Темпа указал, что летные испытания перспективной ракеты начнутся в 2021 году В следующем 2022 ракета должна достичь ста дреначальной оперативной готовности Носителями такого оружия станут основные современные истребители США В ВВС его будут использовать истребители Ф-22 и Ф-35 ВМС Ф-18Е-Ф Постепенно АМ-260 заменит имеющиеся АМ-120 Закупку последних предполагается прекратить в 2026 году После завершения НЮКР будут осуществляться закупки Генерал Э. Джина Темпа пока не стал называть точные количества требуемых ракет Но указал, что первые контракты будут оговаривать поставку сотен изделий Ожидается, что ракета АМ-260 будет оставаться в строе так же долго, как и МРАМ Последняя поступила на вооружение в 1991 году И с учетом нынешних планов прослужит более 35-40 лет Предполагаемый облик Особенности облика будущей ракеты АМ-260, равно как и тактико-технические характеристики Пока не оглашались Тем не менее, отдельные заявления генерала Джина Темпа Позволяют примерно представить, какой может быть единая ракета и как с ее помощью изменятся боевые возможности истребителей ВВС и ВМС США Прежде всего, необходимо обратить внимание на данные о будущем использовании ЧАПН на истребителях В последние годы обсуждается возможность внедрения радиолокационных головок самонаведения на основе активной фазированной антенной решетки Считается, что китайская ракета PL-15 имеет именно такую ГСН, обеспечивающую рост дальности обнаружения и надежного сопровождения цели Вполне возможно, что американская АМ-260 тоже получит ГСН на основе АФАР, и это даст ей серьезные преимущества перед нынешним вооружением При этом очевидно, что пуск на большую дальность потребует оснастить ракету автопилотом с инерциальной и спутниковой навигацией С их помощью изделие должно будет выходить на рубеж обнаружения цели ГСН Бортовая электроника должна быть полностью совместимой с современными истребителями ВВС и ВМС Очевидно, что все эти приборы будут разрабатываться заново Использование готовых комплектующих, заимствованных у АМ-120, попросту не имеет смысла Все современные американские ракеты воздух-воздух комплектуются осколочно-фугасными боевыми частями Вряд ли техническое задание на АМ-260 предусматривает использование иной системы Гипотетический потенциал Главной целью нынешнего проекта АМ-260 ЧАТН является обеспечение превосходства над зарубежными истребителями с современными и перспективными ракетами большой дальности Все это позволяет представить примерные характеристики этого изделия, а также оценить его влияние на боеспособность тактической авиации ВВС и ВМС США Дальность полета новой американской ракеты должна превышать 200 километров Высота цели от 0 и до 25-27 километров Необходимо обеспечить скорость полета на уровне М равно 4.5 Ракета должна перехватывать любые аэродинамические цели, способные появиться в защищаемом воздушном пространстве от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и других средств поражения При всем этом, изделие должно помещаться во внутреннем грузовой цехе американских истребителей пятого поколения Ракета с такими характеристиками даст тактической авиации очевидные преимущества Истребители смогут атаковать противника на большей дальности, снижая вероятность ответного обстрела ГСН типа запустил забыл позволить сразу начинать уклонение от возможной атаки Радиолокационная ГСН Сафар в теории должна показывать высокие характеристики обнаружения и сопровождения, а также справляться с поиском малозаметных объектов Ракетная гонка Необходимо напомнить, что в сфере ракет-воздух-воздух большой дальности США сейчас находится в положении догоняющих Наиболее дальнобойной ракетой ВВС и ВМС является АМ-120Д, способная поразить цель на дальности порядка 160 километров Похожие характеристики показывает российская АР-33, а кроме того, в России и Китае создаются новые изделия с дальностью не менее 200-250 километров Серийное вооружение с такими характеристиками может появиться уже в ближайшие годы, и потому США вынуждены отказываться от дальнейших модернизаций АМ-120 МРАМ и запускать разработку принципиально новой ракеты Согласно актуальным планам, уже в 2021 году ракета АМ-260 ЧАТН должна будет выйти на летные испытания, а годом позже удастся достигнуть состояния начальной оперативной готовности Как к этому времени изменится ситуация в сфере авиационных ракет – большой вопрос При успешном выполнении текущих планов ВВС и ВМС США смогут сократить отставание от зарубежных стран или даже обеспечить себе определенное преимущество Однако нельзя исключать, что Россия, Китай или другие страны за это время успеют усовершенствовать свои ракеты и вновь получат преимущество перед США Субтитры создавал DimaTorzok